Я не хочу, чтобы Лиза и Гарри повторили мою судьбу и стали артистами. Много раз повторяла Примадонна. Ох, лукавить Алла Борисовна. В глубине души певица страстно этого желает. Они с Максимом Галкиным делают все, чтобы подготовить маленькую Лизу к звездной жизни. Более того, у девочки уже есть все шансы стать еще более знаменитой, популярной и любимой, чем сама Примадонна. Не верите? Но мы готовы это доказать. Есть целых 7 причин, по которым Лиза непременно пойдет по стопам своих звездных родителей. Подписывайтесь на наш канал и давайте узнаем, почему судьба Лизы Галкиной была определена еще с пеленок. Какое мистическое влияние на всю свою семью есть у Примадонны? Почему Лиза в десятки раз счастливее, чем дети Киркорова? И главный вопрос. Как эта милая девочка будет выглядеть через 10 лет? Вам не понравится то, что вы увидите? Этим ребятам вот-вот исполнилось 8 лет, а за их жизнью в инстаграме Максима Галкина уже следят миллионы людей. Да, они дети Аллы Пугачевой, но это далеко не единственная причина, по которой нам так интересна их судьба. Дело в том, что на наших глазах рождаются новые звезды, и если судьба Гарри все еще остается немного туманной, то про Лизу можно сказать уже сейчас. Эта девочка точно покорит большую сцену. Первая причина – девочка занимается музыкой и пением буквально с пеленок. С каждым годом она становится все более способной и талантливой. Смотрите, как Лиза пела еще год назад. А вот как она делает это сейчас. Прогресс налицо. Несмотря на юный возраст, Лиза уже сама сочиняет новые мелодии, и у нее отлично получается. Вот мы и подобрались ко второй причине успехов этой милой девочки. Ее главный учитель сама Примадонна. Что бы ни говорила Пугачева, но именно она посадила Лизу за пианино и первая стала обучать дочь вокалу. Дело в том, что по-другому Алла Борисовна просто не может. Любовь к сцене у нее заложено на генетическом уровне. Маленькую Аллу с ранних лет обучали музыке. То же самое случилось с Кристиной Арбакайте. И вот младшая дочь повторяет судьбу своих мамы и сестры. Да-да, пришло время назвать третью причину, по которой Лизу ждет большое будущее. В этой семье поют абсолютно все. Вы помните, почему Зинаида Архиповна Адегова, мама Аллы Пугачевой, так яростно учила дочь играть на трофейном пианино Циммерман? И даже била ее полотенцем по спине за непослушание. Да потому что мать Примадонны сама мечтала связать свою жизнь со сценой. Вот только война все разрушила. Поэтому Зинаида Архиповна решила воплотить свою мечту в маленькой Алле. И у нее получилось. С Пугачевой, кстати, было намного сложнее, чем с Лизой. Она росла хулиганкой и убегала с уроков, а во время своего первого выступления на сцене и вовсе пряталась за кулисами до тех пор, пока сердитая мама не заставила дочь выйти к зрителям. То же самое пришлось пройти и Кристине Арбакайте. Бунт, протесты, слезы, поломанное пианино и даже побеги из дома. Но результат был потрясающим. Пусть Кристина и не затмила Примадонну, но стала вполне успешной и талантливой. артисткой. И достигла немалых успехов и у нас в стране, и за рубежом. У Лизы все по-другому. Она очень любит учиться и заниматься музыкой, не боится камеры и обожает играть на публику. Эта малышка точно не будет ни от кого прятаться. Хотя, может, она еще слишком маленькая, и Пугачева и Арбакайте стали бунтарками, когда немножко повзрослели и начали интересоваться мальчиками. Вот тогда кризис подросткового возраста ударил по ним во всей своей красе. Неужели Лизу тоже это ждет? Ах, и не просто придется с ней Примадонне, ведь характер Лизы будет намного сильнее, чем у юной Кристины Арбакайте. Запасайтесь вином и успокоительными, Алла Борисовна. Но есть и хорошая новость. Все, кто долго находится рядом с Пугачевой, в любом случае будут петь. И мы говорим не только о детях, но и о мужчинах. За примерами далеко ходить не стоит. Рядом с Пугачевой и Александр Буйнов, и Филипп Киркоров создавали свои лучшие хиты. И даже простой паренек из московской глубинки и тот запел. Да, мы о Максиме Галкине. Его творческий и любовный союз с Пугачевой подарил нам немало хитов. А взгляните на внуков Примадонны. Никита Пресняков и Дэнни Байсаров тоже связали свою жизнь со сценой. Никита поет Дэнни, занимается искусством, а еще они отлично танцуют и обожают внимание публики. Младшая дочь Арбакайте Клавдия Зимцова тоже начала петь и у этой милой девочки неплохо получается. Но признаем честно, Лиза делает это намного лучше. Похоже, у девочки нет других вариантов, кроме как стать суперзвездой. И вот она, четвертая причина ее успеха. У Лизы есть все качества, которые нужны артисту. Музыкальный слух, голос, уверенность в себе и обаяние, которые никого не оставляет равнодушным. А еще невероятные актерские данные. Совсем недавно в особняке в грязи состоялся импровизированный спектакль. Лиза и Клавдия сами придумали себе роли, а Гарри отвечал за музыкальное оформление. Девочки изображали из себя аристократок, которые пьют чай. Да, вот такая она Лиза. Милая, но требовательная. В паре с Гарри именно Лиза проявляет себя как настоящий лидер, любит командовать и умудряется строить своего брата. Разве не такой была сама Примадонна? Ее боялись даже мужчины, потому что знали, с Пугачевой шутки плохи. Вот Киркоров однажды наболтал лишнего про их бурную личную жизнь, и Алла Борисовна целый год с ним не разговаривала. Лиза тоже умеет постоять за себя, но она унаследовала от Примадонны еще одно важное качество – потрясающее чувство стиля. Любовь к ярким нарядам можно смело назвать пятой причиной Лизиного успеха. Девочка обожает наряжаться и позировать на камеру – воздушные платья, красивые прически, яркие шляпки. Настоящая принцесса. А недавно Лиза и вовсе повторила один из крутых образов Примадонны. Пугачева позировала на лестнице в короткой юбке, рокерской куртке и черных колготках, и Лиза полностью ее скопировала. Правда же, получилось круто. А еще, сейчас это важно для любой звезды, Лиза отлично умеет танцевать. За это спасибо стоит сказать, конечно же, Максиму Галкину. Ведь это он научил дочь грациозным балетным па и настоящему аргентинскому танго. Лизе так это нравится, что она постоянно радует папу своими танцевальными импровизациями. А еще у этой девочки удивительная память – она запоминает даже самые сложные стихотворения и с легкостью их рассказывает. Но Макс Галкин научил Лизу не только хорошо танцевать, но и, конечно же, делать смешные пародии. А как же иначе, если папа – юморист высшего уровня? И вы знаете, у Лизы круто получается копировать стиль популярных блогеров. Хорошая мать, я сегодня, наверное, вам что-нибудь расскажу. Нет. Да, наверное, завтра. Да, вот она. Шестая причина Лизиного успеха – у нее невероятное чувство юмора. Похоже, эта девочка унаследовала все лучшее и от Пугачевой, и от Галкина, и получился настоящий творческий коктейль. И, наконец, седьмая причина, по которой Лизу ждет большое будущее – дочь Пугачевой сама об этом мечтает. Ей по-настоящему нравится все это – и танцы, и музыка, и пение, и камера, и народная любовь. В отличие от тех же Аллы Виктории и Мартина Киркорова, которые на сцене выглядят очень грустными и несчастными, невооруженным глазом видно – эти ребята делают все это совсем не по доброй воле, а только для того, чтобы порадовать папу. Но у Лизы все совсем иначе. Она с ранних лет любит купаться в лучах славы, сиять на сцене и поднимать публике настроение. Люди чувствуют ее искренность, и за это ее просто обожают. Нам стало интересно, как будет выглядеть Лиза Галкина через 10 лет, когда ей будет 18. Благодаря нейросети – это возможно. Но результат нас совсем не порадовал. Искусственная взрослая Лиза больше похожа на любую из девушек Тимати, чем на саму себя. Нейросеть превратила ее детское личико в маску куклы Барби. Мы не хотим в это верить. Дело в том, что Лиза точно не станет похожа на одну из силиконовых красавиц, которых в наше время очень много. Даже сейчас, в свои 8 лет, она рассуждает о жизни как взрослая. Именно за это люди и любят Лизу и Гарри Галкиных. За доброе сердце, искренность и детскую, чистую, неиспорченную душу, в которой помещается так много любви. А сцена? Она в жизни этих ребят обязательно будет, причем самая большая. Вы согласны с нами? Ставьте лайк, если вас порадовало наше видео, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал и хорошего вам настроения!